Треть всех подозреваемых в участии в январдских событиях – заядлые азартные игроки. К такому выводу пришли в органах прокуратуры в ходе проведения расследования и рассмотрения дел задержанных, участвовавших в массовых беспорядках и мародерстве. Они также выяснили, что более чем 90% допрошенных имеют кредиты или долги. В чем конкретно их обвиняют, узнала наша съемочная группа из СИЗО, репортаж Дамира Анитова. Из заядлого игрока в разбойники эту тонкую и опасную грань, сам того не ведая, перешел уроженец Караганды. Его обвиняют в мародерстве во время январдских беспорядков в Алматы. Хотя приговор суд ему еще не вынес. Высока вероятность, что досадейные ближайшие годы игроман может провести за решеткой. Он и сам признается, что его пристрастие к азартным играм заставило пойти на преступление. Соблазн велик, ведь реклама различного рода игровых заведений, которые предлагают легко получить крупный выигрыш на каждом шагу. Не говоря о просторах интернета, где это можно сделать онлайн. Все проиграл, все деньги. И тут вылезла шанс уполнаться в беспорядке. Пришлось по необходимости пойти на дело. Добрался до максимума, получается, до торгового центра. Там уже все разрушено было. Все уже что-то брали. Я чисто для себя в этот момент думал на этом. Как бы продать и закрыть долги. Был один шаг, говорил, снимайте номера, типа свои, наши. Езжайте. Он направлял, получается, народ в ту сторону. Ломали даже при мне видеокамеры. По данным следствия, у 92% задержанных имеются кредиты и долги. У большинства просрочка и, судя по всему, испорченная кредитная история. На основании этих сведений в полиции полагают, что люди занимались мародерством для погашения задолженности. Впрочем, это никак не оправдывает их действия. Со дня первых дней событий, январских событий, в учреждении было водворено порядка 500 человек. Из них уже более 200 человек были. Из них есть уже осужденные к ограничению свободы, которые полностью возместили свои, значит, судебные издержки. Иски возмещения ущерба полностью, которые сделали. Также имеются люди, которые освобождены под подписки о невыезде. То есть изменена мера пресечения. Всего на сегодня органы прокуратуры и полиции проводят около 3000 досудебных расследований. 181 из них – уголовные дела. Под стражей сейчас находятся свыше 700 подозреваемых, в том числе экстремисты и ранее судимые. Дамир Анитов, телеканал «Алма-Аты» при поддержке органов прокуратуры.